Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребуется 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз, и займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты, и километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее, комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Продолжение следует... Итак, всем добрый вечер. Как хорошо меня слышно. Всем добрый вечер. Всем прекрасной и удачной недели. Инета, также тебя приглашаю на площадку. Да, всем хорошие. Вижу, что здесь у нас много стран. Сегодня здорово. Настроение у всех отличное. Уже практически весеннее. Инета, также тебя приглашаю на площадку. И, коллеги, у нас сегодня, как всегда, рабочая планерка. Я сейчас передаю слово Инете Анжене и затем тоже мы продолжим. Инета... Спасибо. Сейчас подключаюсь. Здравствуйте, коллеги. Я в таком очень позитивном настроении. Только-только что успела прилететь и вернуться с Парижа, с Франции, где мы провели первый свой семинар, можно даже сказать. И личные встречи. И встречи уже с командой. Я вижу, что на платформе присутствует Дагни. То есть наш партнер, который организовал эту встречу и развитие нового региона. И хочу сказать, что этот пример нам показал, что любой из нас может этим заняться. Заняться стоит только пожелать. Поэтому оглянитесь вокруг. Посмотрите, где рядом с вами еще неоткрытые регионы. И начните активно работать. Это всегда приятно. На новом месте начинать строить нашу команду. И, как говорится, всегда шире круг. Приглашаем в нашу семью. И начинаем говорить больше о нашем проекте, скажем так, с мирового полета. Будет наверняка и фотографии, и отзывы о том, как у нас прошло это время. Но, действительно, я хотела поделиться именно этим ощущением, что в любой стране вы можете найти людей, которые интересуются такой важной темой, как зеленая планета, наше будущее. И готовы поддержать оригинальные проекты. И в данной ситуации проект SkyWay действительно уже как-то с таким резонансом пошел. И я хочу сказать, что сделать первый такой семинар на почти 30 человек – это действительно успех. Это успех лидера, который открывает регион. Это успех наш общий как команде. И я рада, что у меня была возможность присутствовать и вести также беседы и саму презентацию, и быть вместе с этим людьми. И, оказывается, даже французский язык не является преградой. То есть все мы друг друга понимаем. И спасибо всем, кто участвовали для того, чтобы, скажем, делать переводы. Поэтому, друзья, оглянитесь вокруг. Везде еще много мест, где люди о нас не знают. Я все жду, кто поедет первый в Польшу, кто наконец-то по-серьезному раскрутит Израиль. Мы знаем, что у нас везде есть люди и другие европейские страны, представители, которые у нас каждую неделю здесь участвуют. Организуйте мероприятия и приглашайте нас в гости. Поедем и кто может лично. Если нет, то будем подключаться через Skype. Давайте делать такие совместные конференции и презентации и включать в Skype возможность выступлений. Я думаю, это нам всем-всем поможет организоваться на нашу работу. Поэтому настроение очень хорошее, рабочее и перспективное. И желаю вот такого настроения вам тоже вот до конца месяца, потому что не забудьте, у нас идет конкурс. Поговорим об этом и сегодня, и о некоторых других вопросах. Но я хочу вернуться к просьбе, которую я просила в прошлый раз. Напоминаю, вижу, что не все об этом помнят. Мы сюда приходим регистрироваться и друг с другом знакомимся, общаемся и делимся опытом. Очень приятно, если мы регистрируясь, указываем свою страну, свой город, чтобы мы видели этот спектр, откуда каждый из нас сюда прибывает. Поэтому в следующий раз при регистрации на встречу прошу вас. Здесь регистрируем город, страну. Все, кто у нас регистрируется в чате, особенно в чате лидеров, всем прошу, регистрируйтесь с фотографиями. Ну, пора нам наконец-то знакомиться, чтобы, скоро встречаясь в Минске, не пройти мимо друг друга. Так, сегодня давайте поговорим о важных таких моментах. Сегодня не очень длинная у нас планерка, рабочие моменты. И начнем с самого главного. Сегодня половина месяца и даже больше, чем половина. Как мы знаем, февраль у нас короткий месяц. Смотрите, у нас поставлена задача 300 тысяч долларов объем за месяц. Вот теперь руку на сердце и каждый себе признаетесь. Я сделала все для того, чтобы участвовать в выполнении плана компании. Каждый день хотим наблюдать мы за новостями из Экотехнопарка. Как вы знаете, Экотехнопарк строит мы. Он строится за нами привлеченные средства. Насколько активно мы в этом участвуем. Как быстро мы сможем увидеть результат. Это очень важно. В данный момент, когда в ролике выступал Анатолий Эдуардович Ницкий, он в зимнем, в январском месяце говорил о том, что мы задержались на 9 дней. Представляете, он волнуется о том, что стройка задержалась на 9 дней. А на сколько дней мы задержались? Мы на полмесяца не выполнили еще план месяца. Нам есть куда потянуться. Поэтому, друзья, давайте работать. Давайте привлекать новых партнеров и вести больше встреч. планировать их и планировать хорошие продажи. Что, конечно, мотивирует каждого из нас таким образом, что мы участвуем в конкурсе. Мы получаем дополнительные проценты и дополнительные акционные бонусы, которых умело будем распределять. И таким образом сделаем себя довольным и счастливым. Поэтому это очень важный момент. Для того, чтобы дела шли хорошо, нам нужна техническая поддержка. Напоминаю, пожалуйста, обращайтесь в техническую поддержку. Улучшайте качество работы в своей личной структуре. И решаем все быстро и двигаемся вперед. Очень важный момент по поводу Минска. У нас произошли изменения. Я думаю, что вы сейчас на экране видите. У нас поездка в Минск состоится 30 апреля и 1 мая. 30 апреля основной наш день, когда у нас мероприятие с самого утра. Мы поедем в экотехнопарк. Будем сажать деревья, улучшать красоту нашего экотехнопарка. И будем встречаться с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Будем участвовать на его выступлении конференций. И 1 числа продолжим нашу встречу. Продолжим посетить, то есть знакомиться с конструкторским бюро. И знакомиться друг с другом. Потому что у нас будет и конференции, и наши совместные планы, встречи, обучение. То есть полный рабочий день. Поэтому готовимся. Лидеры. Без вас это мероприятие никак. Я думаю, что стоит приглашать новых людей, которые серьезно задумываются о своих инвестициях и своем участии в проекте. Поэтому поездка будет полезна всем. И тем, кто уже 2 года в проекте. И тем, кто был в октябре на открытии нулевого километра. И тем, кто только что вступил. И также тем, который только-только присматривается и начинает заинтересоваться тем, что и как будет. Пожалуйста, перепланируем свое время. Концентрируемся. То есть нам подтвердили окончательно эти даты. И вот сегодня важная новая информация. Готовимся к поездке и скоро все там увидимся. Поэтому совершенно необходимо нам организовать покупку деревьев. Будут разные аллеи. Скоро нам представят все это в рисунках и в планах. И будем участвовать в покупке дерева. Готовьтесь. Планируйте. Думайте. Уже скоро будут объявлены возможности покупки своего личного деревья. И отвечаю на вопрос, который уже люди задавали. Если я не купил свое личное деревье, могу ли я ехать? Конечно. Едем все. Покупка дерева – это дополнительная возможность и дополнительная возможность быть самому на месте, посадить это дерево. А те, которые не купили своих личных деревьев, просто будем поддерживать и участвовать в этой приятной атмосфере. Поэтому мы готовимся на той неделе. У нас уже будут предложения о разных покупках. Так. Сегодня хочу вернуться к тому, что мы планировали все-таки немножко расширить свою команду. Мы планировали постоянно приглашать новых людей. Мы планировали увеличить личные продажи. И я надеюсь, что вы решили сами для себя участвовать в конкурсе. Поэтому я хочу начинать с того, что мы сегодня пройдемся по несколько опросникам. Пожалуйста, сегодня поработаем все вместе. Вот. Запускаю вам. Так. Пожалуйста, в чате мне кто-нибудь ответьте. Вам видно? Открылась ли для вас? Да. Вижу, что открылась. Да. Были вы на одной из живых презентаций в период с 1 февраля по 15 февраль? То есть за первые две недели. Сколько вы успели на живых презентациях сами участвовать? Я, конечно, говорю про презентации нашего проекта. Неважно, это организовали вы лично или это организовал кто-то из ваших коллег, партнеров. Пожалуйста, ответьте. Если были, то на скольких? Да, у нас разные ответы не было. Был на одной презентации, на двух презентациях и более чем на двух презентациях. Это я к чему этот опросник? К тому, что у нас активизируется работа по регионам. Мы знаем, что очень хорошо встречаться в скайпе и в онлайн, но знаем, насколько приятно и встречаться вживую. Поэтому организуем, участвуем там, где организуют наши коллеги, участвуем там, где организуем, может быть, даже организуем сами. Начинаем чаще организовать встречи и поймите правильно, презентация это не должна быть большая конференция на несколько сотен людей. Начнем с того, что общаемся, делаем такие небольшие встречи. Встречаемся у себя дома, у друзей дома, в кафе встречаемся, делаем презентации уже в каких-то определенных местах, маленьких залах. То есть находим возможность по 3, 5, 7, 10 человек начинать регулярное общение. Это очень-очень улучшит, скажем, ваше эмоциональное состояние, ваши показатели улучшатся, результаты, объемы поднимутся. И друг другу чаще сможем помочь с этой работой. Так, у нас на площадке 94 человека, сейчас в данный момент участвует у нас 54, да, чуть-чуть больше половины. Остальные, не знаю где, далеко, не могут подключиться. То есть, видите, актуальность и в этом проявляется, насколько мы актуальны, насколько мы активны, так я бы сказала. Спасибо вам за этот ответ. Нет, все-таки не было презентации, у нас 51 человек не успел участвовать в ни одной презентации. Это говорит о том, что у нас мало общих встреч. Дорогие друзья, все, кто попробовали работать в команде, работать встречаясь, вы видите наверняка результат. Можете даже кто-то в чате поделиться, что действительно стоит это делать. Начинайте, не бойтесь. Можно начинать первые встречи без компьютеров и без проекторов. Начните только о том, что у вас есть каталог, журнал или какие-то распечатанные листы, информационный материал, и о чем вы хотите поговорить. И начинайте приглашать людей, начинайте встречаться. То есть большой процент не успевает, но и большой процент, 20%, да, если вы видите, были больше, чем на двух презентациях. Классно, я вас поздравляю. Я думаю, что вы можете меня поддержать и тоже поделиться опытом, что это все срабатывает нам только в пользу. Спасибо за эту картинку. Идем. Сейчас идем дальше. Сегодня мы таким образом немножко поработаем. И так, секундочку. Открою вам следующее. Так, пожалуйста, сколько онлайн-презентаций для новичков вы посетили? Мы знаем, что очень много из наших партнеров работает через интернет. Вы таким образом собираете большие группы, большие группы интересентов, которые, может быть, встречаются по разным темам. Я не знаю, вы в каком-то клубе участвуете, можете с этими людьми встретиться и использовать 10-15 минут для того, чтобы их ознакомить с нашим проектом. Или уже целенаправленно организовать свои... Так, запускаю. Не запустила, спасибо. Начинайте отвечать. Сколько онлайн-презентаций для новичков вы посетили? Может быть, даже не делаем акцент для новичков, а именно встречи, в которых мы рассказываем о нашем проекте, о возможностях в нем участвовать, о возможностях строить Эйко-технопарк и таким образом становиться совладельцем и владеть акциями, которые в дальнейшем могут серьезно менять нашу жизнь. Поэтому здесь тоже прошу вашу активность. Я думаю, что мы устроим такие встречи в ближайшее время, где можем немножко поделиться вживую опытом. У нас есть очень успешные люди, которые организуют свои онлайн-презентации, и таким образом большое количество людей одновременно информирует о проекте. Давайте начните такое активное действие. Кто еще сомневается, стоит или не стоит это делать, попробуйте. Так, результат. Спасибо. 45 наших партнеров из вас. Мы проголосовали. Спасибо за ответ. Было более чем на двух презентациях. У нас 67%. Хороший показатель. Только здесь делаю такой акцент, что я не имела в виду вебинары, которые у нас проводятся по разным темам и по несколько вебинаров в день. Здесь мой вопрос именно о том, сколько таких онлайн-встреч организуется для того, чтобы рассказать о проекте и привлечь новых людей. И рассматривайте, почему я задаю этот вопрос, чтобы вы задумались о том, что и так можно развивать свою команду, и так можно активнее привлекать новых людей и новых средств. Может быть, кто-то из вас готов начинать это делать именно сейчас, самостоятельно организовать свою небольшую площадку. Или даже вначале хотя бы через скайп собирайте по 5-7 человек, делайте первые встречи. А потом уже через площадку, чтобы можно было подключать больше людей и это направление развивать. Оно хорошо работает. И можно это делать, знаете, намного интереснее, если такие встречи проводят несколько людей вместе. Вы можете вдвоем организовать, вам удобнее это будет, людям, которые слушают, интереснее это будет. Поэтому будьте готовы и к таким новым решениям. Так, останавливаем этот опрос. Спасибо, кто участвовал. И идем дальше. Сегодня у меня много вопросов к вам. Мы их и проанализируем, и посмотрим, как они у нас срабатывают. Третий вопрос к вам. Сколько ваших лично привлеченных посетили онлайн или живые презентации в период с 1 до 15 числа? Ну, сложнее вопрос. Но если вы работаете с командой, может быть, можете дать ответ на это. То есть это немножко показывает о том, что вы не только следите за своим участием в проекте, но и за тем, как ваша команда посещает ли такие встречи. Сколько ваших лично приглашенных посетили онлайн или живые презентации? Это вас призывает к тому, что мы всегда идем сами и приглашаем свою команду. Мы стараемся активизировать интерес команды и активизировать участие наших партнеров в разных мероприятиях. И если наши партнеры активны, то и наша команда растет, и мы чувствуем эту активность во всем. И в росте личной группы, и в росте объемов, в которых мы делаем. У нас еще достаточно много дней осталось до конца этого месяца, поэтому очень-очень важно, чтобы мы еще проактивизировались и таким образом увеличивали и команду, и регистрации, и объем за этот месяц. Мы стремительно идем к своей цели. Я напоминаю, у нас цель 300 тысяч долларов общего объема за этот месяц, который не совсем длинный месяц, короткий месяц. Мы должны справиться за короткое время с такой достаточно хорошей задачей. Спасибо всем, кто голосовал. И прошу ответ уже лично по новым людям. Сколько новых партнеров зарегистрировали лично вами? Зарегистрированы с 1 по 15 февраля. Так, стартуем. Запустила я с опозданием. Сейчас запустила я ваши ответы. Приятно наблюдать, как вы отвечаете. Сколько новых партнеров зарегистрировано лично вами или лично мною? Каждый себе задаем вопрос лично мною с 1 по 15 февраля, то есть за первые две недели. Один человек, два, до пяти, до десяти, более десяти. Это важно, потому что этим мы рассматриваем свое участие в конкурсе. Большинство удается справиться с пятью, до пяти человек. И отвечает только двадцать семь человек. А что делают остальные? Вы же не пришли на реферат, который я сегодня буду вам читать. И не пришли на концерт, где только слушать и аплодировать. Вы пришли на рабочую встречу. Давайте поработаем вместе. У нас на платформе девяносто два человека. Я понимаю, что у некоторых могут быть технические проблемы, и вам сложно участвовать в вопроснике. Но ответ от тридцати одного человека... Грустно. Грустно за этим наблюдать. То есть нужно обязательно себе поставить задачу. Один человек, я надеюсь, что вам удастся еще хотя бы минимальную задачу достигнуть, регистрировать одного нового человека. Может быть, дополню вопрос. Здесь имеется в виду не только партнеров, которые начнут с вами сотрудничать. Вы можете здесь и отметить позитивный результат. Если это была проплата, если это был просто клиент-инвестор, который проинвестировал, может быть, первый-единственный раз. Неважно. Так. Ну все, я понимаю, что количество остановилось. Тридцать шесть человек ответили. Спасибо вам. Я понимаю, что вы самые активные. Тридцать шесть наших партнеров. Жалко, что сразу не видно все ваши имена. То есть вы действительно молодцы. И, кстати, процент достаточно хороший. Все-таки 52% успели зарегистрировать пять человек до пяти человек. Но до десяти и более десяти еще нужно постараться. Кажется, что эти люди, которые здесь проголосовали, совсем героями уже являются. Поэтому молодцы. Это и будет отражаться на ваших, конечно, успехах и доходах. Так. Закрываем эту... Эти вопросы. И еще я вас приглашаю. Что-то вы не очень активно хотите участвовать, но все равно идем до конца. Сколько пакетов акций было куплено в вашем первом поколении в период с первого по пятнадцатое февраля. Одно это регистрация, и другое это покупки. Один пакет, два пакета, от трех до пяти, шести до десяти. От десяти и больше пакетов. Мы могли бы и рассмотреть наш период с десятого по пятнадцатое число. Но я хотела вам сегодня подтвердить и вас обрадовать. И я думаю, что вы действительно это оцениваете. Что мы запустили конкурс с десятого февраля. Но учли всю проделанную вами работу с первого февраля. Потому что все, что делается, благодарны вам за вашу работу. Особенно, я думаю, Экотехнопарк и наш генеральный конструктор и директор. И нам очень важно почувствовать, насколько вы отзываетесь. Потому что мы стараемся делать самое лучшее. То есть если проработа была проделана с первого по десятое число, она включается в конкурс. И я еще раз напоминаю, мы весь февраль работаем по конкурсу. Мы увеличиваем свои объемы, и этим мы увеличиваем свои доходы. Доходы, которых мы получаем прямо сейчас и сразу. И доходы, которых мы увеличиваем для приобретения своих и увеличения своих личных пакетов акций с акционного кошелька. Поэтому это очень серьезная поддержка, это очень серьезный бонус. И это очень привлекательный конкурс, в котором стоит действительно принимать участие и получать очень хорошие результаты. Спасибо тем активным, которые постоянно участвуют. 33 человека на данный момент ответили на вопрос и показали свои возможности. Молодцы, 20% достигли 5 продаж. Я думаю, что есть многие, которые еще видят свою цель и возможность до конца месяца перешагнуть 5 продаж. Должны быть люди, которые готовы перешагнуть 10 продаж. И уже 9%, неполных 9% достигли результат 10 и больше пакетов. То есть мы стремимся к тому, чтобы сделать 20% продаж и получить максимальный дополнительный процент доходов. Это классно. Это очень хорошо. И это и есть наша основная цель. То есть увеличиваем. Я напоминаю, что этим проделав эту работу, вы сильно увеличиваете и свою команду, и свои общие доходы. И не забудьте, что, организуя проплаты на программы в рассрочку, у вас доходы продлятся следующие 8, 6, 8, 9 или 10 месяцев. Это уникальный результат. Поэтому вы работаете не только на конкурс, вы работаете на следующие 9 месяцев для себя лично. Это очень хорошие показатели. Спасибо вам за участие в этом. Так, выходим мы из опроса. Возвращаемся к вопросам остальным. То есть почему мы сделали опросник? Потому что это очень важно вспомнить о нашем конкурсе. И конкурс у нас продолжается. То есть мы добавляем от 1 до 3% к нашим ежемесячным доходам. То есть февраль нам покажет, насколько мы активно сумели использовать эту дополнительную возможность. И будем рассматривать лучшие показатели. И, как я обещала, сделаем какое-то поощрение и дополнительный приз за самые лучшие показатели. Поэтому старайтесь. Всегда это интересно, получить какие-то дополнительные призы. Так, важный момент у нас был по поводу Visa MasterCard и проплат весь мир. Переходим дальше. Данные по опросу я еще проанализирую. Мы к ним вернемся наверняка еще несколько раз. Теперь по проплатам. Знаю, что были сбои насчет проплат по всем, по разным системам. Наверное, многие из вас это прочувствовали на себе. Скажем, технические ситуации были. Они исправлены. Система восстанавливается и работает как Visa Card, которые у нас были до сих пор, так и новая система оплаты. Оплата весь мир. Прошу еще раз представителей разных отдаленных стран воспользоваться, проверить. И еще раз прошу обратную связь по поводу того, как ваши клиенты довольны, и как вам удается использовать этот новый инструмент. Очень важный инструмент. Очень важный инструмент, когда клиент готов, чтобы он мог сразу делать свой платеж. Но хочу сделать акцент на SWIFT-перечислении. Они всегда нас спасают. SWIFT-перевод, он работает везде. С ним можно работать все партнеры, все клиенты. Хочу сделать небольшой акцент по опыту, поделиться опытом других партнеров и напомнить тем, кто только начинает работать с отдаленными клиентами. SWIFT-перевод – это, значит, банковское перечисление средств, используя invoice – документ, который выставляет компании клиенту, который готов делать оплату. Притом клиент может выбрать свою валюту себе удобную, и invoice даст перерасчет и укажет сумму в доступных деньгах или в доступной валюте. И получив invoice, у вас есть две возможности. Дорогие друзья, испробуйте эти возможности сами, чтобы вы могли правильно это объяснять своим инвесторам и своим партнерам по группе. SWIFT-перевод с документом, который вы получаете, вы можете отправиться в банк и сделать перечисление. Банковские перечисления часто берут дополнительные расходы за сервис, за услугу, которые банковский сотрудник в тот момент уделяет вам внимание и вместо вас это перечисление оформляет. В некоторых странах это достаточно дорого. Если мы говорим, что это дополнительные 20-30 долларов, евро или другая валюта, то это достаточно ощутимая сумма дополнительных расходов. Поэтому изучайте систему и пользуйтесь invoice как интернет-банковским переводом. То есть, получив SWIFT invoice, вы имеете все реквизиты для того, чтобы зайти в свой интернет-банк и сделать перечисление денег. Особенно, если рассматриваем европейские страны, то это в разделе европейские переводы между европейскими странами, и они очень недорогостоящие, поэтому нам намного удобнее. Особенно и клиентам, которые готовы сегодня проплачивать тысячу и больше долларов, то есть выше тысячи долларов, этот перевод очень удобный. Акцентируйте, используйте. И используйте самые удобные, то есть через интернет-банк проплату. Теперь важный вопрос, который был до нашей встречи, уже обсуждался и задавался в некоторых чатах. Прошла информация о том, что можно будет продлевать программы, которых мы приобретали в рассрочку. Давайте не спешить, но сегодня уже мы говорим о том, что да, такая возможность будет, информация уже прошла, но неясный был механизм, и все как-то поспешили и расстроились, и прямо вот такая расстроенная волна, как мне быть, как ее не пропустить, как это успеть. Конечно, сам факт, это очень приятно, что люди осознали, что они могут справиться с задачей, которую себе ставили на 10-9 месяцев или на 6 месяцев, но сегодня уже готовы выполнить все условия вот этого длительного контракта. То есть в ближайшее время будет возможность людям, которые закроют программы, продлить. Я хочу вернуться к особым предложениям, которые были, появились в конце ноября и были объявлены и работали весь декабрь. То есть у нас был повышенный дискаунт, рождественское предложение, и многие из нас владеют этими программами. Те, которые заранее будут закрывать программы, смогут их продлить. Что я предлагаю? Не спешите сегодня, дождитесь, пока у нас в личных кабинетах появится система на продлении ваших программ. То есть намного легче продлить программу в тот момент, когда вам нужно делать последний платеж и сразу отметить продление. Поэтому не закрывайте программы сегодня, дождитесь несколько дней, пока кабинет сможет вас обслужить. И тут есть очень-очень хорошая новость. Те, которые закроют, проплатят свои программы в рассрочку с дискаунтом 600, это наверняка основной, и до конца года у нас дискаунт менялся от 600 до 300. И сегодня мы работаем с программой на 300. То есть от 600 до 300 любые программы на этих любых дискаунтах будут продлены. Притом, продлевая свою конкретную программу, вы сможете выбрать любую другую сумму. У вас появляется возможность и увеличить свой ежемесячный взнос, и также уменьшить, у кого они были высокие. И сейчас вам удалось их закрыть, но в дальнейшем не знаете, как с этим справиться. То есть у нас очень хорошая возможность. Любой клиент может для себя решить, в любую сторону выбрать себе дополнительно очень выгодную программу. То есть тем, которые сегодня готовы. Не сегодня конкретно, а в ближайшие дни, вот в этот месяц, скажем так, в феврале, кто готов закрыть программы, появится возможность. Она будет продлеваться и в следующий месяц, поэтому планируйте свои возможности и закрывайте, кто желает заранее программы, и продлевайте на вам самые выгодные условия и выбирайте себе самые подходящие и вас интересующие ежемесячные взносы. И этим же, я думаю, что мы дополнительно подключаем себя и своих партнеров к конкурсу. Я вот все наши новости, все наши действия говорю к тому, что это все в рамках конкурса, потому что этим вы увеличиваете личные продажи, увеличиваете продажи на первых пяти ближайших своих уровней, и таким образом увеличивается и команда, и объем сделанной работы, и объем привлеченных денег, и, конечно, бонус, который вы в рамках конкурса получаете. Поэтому смотрим, делаем. Для того, чтобы все это выполнить, нужно сделать небольшую, скажем так, инвентаризацию в своем кабинете, в своей группе, в своей структуре, посмотреть, у кого, какая ситуация, кому сделать дополнительное предложение, с кем дополнительно поработать, и вывести людей на самое выгодное решение. По рабочим вопросам у меня это все. Новостей у нас много хороших. Идем к плану, идем к тому, что рассматриваем, как заранее закрыть свои программы в рассрочку, приобретенной в праздничное время, и продлить их на такие же условия. Я сейчас буду просматривать вопросы, передаю микрофон Ирине. Ирина, пожалуйста, продолжим встречу. И я еще отвечу на вопросы. Иннета, благодарю тебя. Пока просматриваешь вопросы, коллеги, тоже хотелось бы поделиться событиями, которые у нас прошли великолепные на этой неделе. У нас было очень много встреч. Я вижу здесь вопросы по возможности продления пакетов. Я тоже могу подтвердить и сказать о том, что только что сейчас озвучила и Иннета, и коллеги, в ближайшие дни в личных кабинетах появится информация четкая, на которую вы можете посмотреть, и будет четкое понимание по рассылке, каким образом вы сможете продлить уже существующий пакет и на каких условиях. Поэтому буквально несколько дней терпения, и вся информация появится. А я хотела поделиться с вами такими замечательными фотографиями, которые присылают наши коллеги. У меня буквально вся почта в этих фотографиях. Я просила присылать наших региональных лидеров фотографии о тех мероприятиях, которые проводятся на местах. Вы знаете, ну, конечно, все по-разному понимают это и присылают личные фотографии. Здесь буквально несколько фотографий с разных городов. Здесь вы видели Санкт-Петербург, Дауглпилс. Сейчас дальше. У нас очень хорошо сейчас развивается... Сейчас один момент. Немножко что-то застревает. У нас очень хорошо развивается и Литва, и Латвия, и европейские страны, в Санкт-Петербург. У нас в Санкт-Петербурге прошла просто великолепная встреча, все очень довольны. Вы здесь видите представителей Чебоксары, и каждый с таким, знаете, с позитивом просто... Так, что-то с площадкой не могу понять сейчас. Что-то выключилось. Ирину отключили, я продолжу, да? Пересматриваю ваши вопросы. Друзья, ну... Я хочу вам порекомендовать, как работать. Очень легко работать, если постоянно спрашивать, а как делать это, как делать это, можешь ли ты мне сделать вместо меня, и можешь ли подсказать. Я рекомендую, давайте один раз сами сделайте, чтобы вы поняли. Ну, не знаю, как вы можете работать с инвесторами, с группой своих партнеров, если вы не знаете, что написано в инвойсе, если вы не знаете, где его получить, если вы ни один раз своими глазами его не видели, если вы не постарались вот с тем же свифтом каким-то образом справиться. Ну, зайдите в кабинет, попробуйте сделать себе заказ программы через свифт, получите его, откройте, скопируйте, сфотографируйте. В каждом свифте, извините, в каждом инвойсе, конечно, есть данные банка, есть название компании, есть данные банка, есть название банка, есть адрес банка. Все в нем указано, вы четко видите. Откройте, посмотрите, как нам это вам на пальцах объяснить, и, по-моему, это даже неправильно объяснять. Нужно один раз открыть этот документ, его изучить, а самому проверить. Вот лично я все провожу через себя. Я проплачиваю картой, я проплачиваю инвойсом, я прохожу весь этот механизм, и тогда я знаю. И если появляются ошибки, я знаю, что мне самой исправиться. Вот здесь есть вопрос, вот два дня не могу решить вопрос с свифтом. Я начала сегодняшнюю встречу о том, что у нас вот есть скайп, правый эксотер Александр нам отвечает, есть техническая поддержка, есть та поддержка, которая в личном кабинете, есть дополнительный скайп-адрес, обращайтесь. Да, это не всегда легко, это занимает ваше время, это занимает иногда больше одного дня. Обращайтесь сегодня, завтра, послезавтра, но решайте ситуацию. Мы же не можем за вас ее решить. Хотя мы решаем таким образом, чтобы компания была готова улучшать свой сервис и помогать вам решать вопросы. То есть в инвойсе есть все, есть банк, есть валюта, есть номер вашего инвойса. Это очень важный момент, не забудьте его указывать. инвойс. И я рекомендую, так как и через карту, когда вы платите, и по свифту, когда платите, делайте фотографии, то есть копируйте или в компьютере, или в телефоне, неважно, или хоть с фотоаппаратом. Фотографируйте, чтобы у вас остался образец документа, от которым вы можете справиться. Еще один вопрос, самый главный. Вы сейчас расстроились и разволновались, наверное, я надеюсь, что позитивно разволновались о том, что может будет продлить рассрочку и как это делать. Я заранее говорю, что вы приходите на встречу, чтобы получить новости, новая информация о том, что принято решение от компании, что программы в рассрочку можно будет продлить с тем же дискаунтом, с которым вы ее приобретали в конце ноября, в декабре, которые назывались праздничные программы с повышенным дискаунтом. Я уже его назвала от 600 до 300. В разный период, на разные суммы у нас были разные праздничные дискаунты. Эти программы можно будет продлевать. И самый позитивный момент, что если, например, вы приобрели программу на 50 долларов и решили, что вы классно с ней справились вместо 9 месяцев, 10 месяцев, справились там за 2 или 3 месяца, можете это все, весь этот план проплатить, то вы можете, во-первых, продлить ее, то есть проплатить полностью, сможете через несколько дней. До конца недели эта система будет введена в кабинет, и вы про это будете проинформированы дополнительно. Но сегодня уже знаете, о чем и куда готовиться. Вы сможете продлить программу, при том выбрать еще сумму, какую вы будете вкладывать. Условно, была у вас программа 50 долларов, теперь поняли, что такие классные условия бывают только сегодня, и не знаем, как и когда будут следующий раз, поэтому выбираем, например, 100 долларов каждый месяц. И работаем дальше с рассрочкой программы на 10 месяцев, или на 9, или на 6, смотря что вы выбрали, но работаем уже с другой суммой. Или другой пример. Вы платили 50 долларов, вам сегодня приятно это закрыть и все это получить, но видите, что дополнительно по 25 долларов в месяц еще сможете следующие месяца платить. Выбирайте другую программу. Или кто-то сделает скачок на 200 долларов, которая очень, по-моему, бизнес-программа, очень привлекательная программа. Будут новости. Вопросы по другим платформам, другим компаниям. Я думаю, что это не к месту. Мы когда приходим, знаете, я вам сейчас дам пример с жизни. Когда мы приходим в один магазин и хотим что-то купить, и видим там какую-то предложенную цену, мы не спрашиваем, по какой цене этот товар продается в соседнем магазине, правильно? Поэтому, коллеги, мы здесь партнеры, мы здесь работаем в команде, и здесь мы рассматриваем, какие у нас сегодня есть хорошие предложения. Мы делаем все для того, чтобы в нашей команде было комфортно, уютно и выгодно по всем статьям и как клиенту, и как партнеру, и как инвестору, то есть всем, чтобы было приятно. То, что технически бывает осложнение, и знаем, над этим мы работаем каждый день. Получилось, дай знать. Да, я вот надеюсь, сейчас со звуком все в порядке. Коллеги, у меня есть такое дополнение, еще небольшое. Я вам пролистала несколько слайдов. Вы в завтрашней рассылке увидите эти фотографии, а также список наших региональных мероприятий. Очень много вопросов задают относительно того, есть ли у нас представители, региональные лидеры в Украине, в других странах и так далее. Коллеги, каждую неделю, я просто напоминаю, у нас идет расписание онлайн-вебинаров, и также каждую неделю, в понедельник или вторник, я просто напоминаю об этом, идет расписание оффлайн-региональных презентаций, конференций в городах. Вы можете прочитать и посмотреть, в каких конкретно реально городах сейчас идут мероприятия. Поэтому это и есть сейчас на данном этапе те реальные активные люди, которые работают, на презентации которых вы можете приходить. У нас сейчас готовятся также следующие уже команды, которые будут и в других городах, но на сегодняшний момент выставляются официально именно те люди, те региональные лидеры, которые уже взяли на себя ответственность и проводят эти мероприятия. Как я все время говорю, таким региональным лидером можете быть и вы, поэтому вы можете обращаться, писать и в личку, вы можете написать в скайп, и мне, или инете, и мы этот вопрос также будем рассматривать. Каждую неделю вы смотрите расписание и смотрите, куда можно пригласить своих друзей, своих, возможно, родственников, близких, коллег, посетить мероприятия для того, чтобы воочию увидеть реально работающих людей, реально активных, зажигающих и творящих. Поэтому, если вопросов нет, мы будем сегодняшнюю встречу завершать. Так, есть ли лимит сроков по продлению рассрочки в течение одного-других месяцев? Значит, коллеги, сегодня уже третий раз Инета вам подтвердила о той информации, которую мы получили. Вся более полная информация будет уже в личном кабинете. Поэтому радуемся тому, что мы знаем, что такая уникальнейшая возможность у нас есть. Мы все внимательно прочитаем те условия, которые будут в личном кабинете. Обязательно все воспользуемся этой возможностью. Итак, мы сегодня будем завершать нашу встречу. Если Инета у тебя есть что добавить, добавь, пожалуйста. Будем отключаться. Итак, всего хорошего. Всем пока.